В парке «Сокольники» определились победители в двух, казалось бы, несовместимых зимой номинациях. На самые необычные сани и на самый красивый купальник. Анна Воропая ценила фантазию конструкторов и смелость девушек в бикини. Это боевая изба, а внутри команда куриных ножек. Так называют себя студентом. Конструкцию создавали не в хмельном бреду. Чтобы сделать сани, разработчики специально выпили 800 литров кваса. Так и не сами говорят. Живут в общаге и дали просто указание всем не выбрасывать пластиковые бутылки. Поэтому мы решили все ультализировать таким способом. Прикольно. Вы конструкцию опробовали уже? Нет. Мы вообще не знаем, появится она или нет. Все участники собирали сани прямо перед стартом в парке «Сокольники». Внизу четыре тюбинга. Это еще три надувные тарелки, соединенные вместе. А сверху кто что придумает. Желательно, чтобы фантазия была на военную тему в честь 23 февраля. Вот эти парни отметили не только День защитника Отечества, но и год лошади. И сделали троянского коня. У нас использованы палеты, ламель, которую тоже люди выкидывали. И саморезы, которые можно потом раскрутить и, соответственно, использовать второй раз. То есть полностью поддерживаем природу. Поэтому даже решили не красить, чтобы подчеркнуть нашу экологическую составляющую. На земле к взлета готовится гибрид летающей тарелки и ковра самолета. С одного бока сохнут носки, а с другого дымится кальян. С третьего моргают противотуманные фары. Ковер, кстати, был почти новый, висел на стене. Его нам любезно предоставили. Каркас мы сделали из полипропиленовых труб. Там, в принципе, даже видно обычных водопроводных. В качестве пола взяли лист фанеры. Ну и снизу обязательно ковер-самолет, как бы решили тоже вот. Задача скатиться на этой конструкции с 200-метровой горки. Уже на старте летающая тарелка начинает дымиться. Ведь без спецэффектов далеко не уедешь. Зыскательных судей стараются удивить не только дальностью проезда сани, но и артистизмом и креативностью конструкции. На старт! Внимание! Барс! Поехали! Еще неплохо было бы не растерять участников команды. Иногда они выпадали из санок и довести конструкцию до финиша в целости и сохранности. И, конечно, потом суметь из нее выбраться. Нам подсказали, куда подсесть, чтобы лучше ехало, что вперед надо. Спасибо, на самом деле, ребятам, которые помогли все это столкнуть. Потому что один человек, который у нас был запланирован, этого сделать не смог. В итоге, ребята, на НЛО третья команда на своеобразной пожарной машине пришла на финиш второй. А вот аплодисменты сорвали совсем неприметные, на первый взгляд, сани с надувным бассейном. Команда в полосатых купальниках не побоялась раздеться, залезть в воду и скатиться с ветерком. Кто искупаться? Давайте, вода тепленькая! Мы будем выступать за добавление в олимпийскую программу вида спорта. Но будем надеяться, что у нас получится. В следующем году, в следующие Олимпийские игры зимние, я думаю, в Сочи. Да, да, да. Опять в Сочи, опять в Сочи. А может быть, в Сокольниках. Правда, половина сани оказались одноразовыми. Не то что до Олимпиады, до второго спуска не дожили. Впрочем, есть исключения. Планок дальше поставить на лыжи и кататься за машиной. Анна Воропа, Илья Челнаков, LifeNews.